Я скажу непосредственно по поводу того, что сейчас опять в очередной раз, да, ситуация нагнетается в обществе по поводу проведения гей-парада. Мое личное мнение, как отца четырех детей, я против. Я считаю, что нельзя и так развращать наше развращенное общество. Оно и так, извините меня, получает негатив с наших телеканалов и зарубежных телеканалов. Мы прекрасно видим, что в других странах принимают решение, что уже убрали такое понятие, как мать, как отец, есть просто родители. Я считаю, что общество деградирует с такими понятиями, оно приходит непосредственно в тот хаос, который мы сейчас наблюдаем за границей. Убрать мать или отец, это кощунственно. Разрешить геям непосредственно при всех людях целоваться мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, я считаю, что это тоже кощунственно. Почему? Потому что мы вырастаем с наших детей и хотим увидеть то общество, которое мы закладываем в него. Те знания, свое умение, непосредственно свою душу, каждый отец, каждая мать. Но вы представьте, когда нас нет рядом, и мой ребенок, например, идет и видит, как дядя с дядей держат себя за ручки и начинают целоваться, или когда тетя с тетей. И когда мой ребенок потом спрашивает, пап, а что это такое? Как это дядя с дядей, тетя с тетей, как мне, как отцу, объяснять моему ребенку, что это геи, что это лесбиянки. Я считаю, это кощунство. Да, демократия должна соблюдаться. Мы не трогаем непосредственно их. Но это пускай, извините меня, будет не в обществе, не на обзор нашего общества. Я не понял, что им так плохо живется. Их никто, извините меня, не арестовывает, их никто не наказывает. Они как были геями, как были лесбиянками, у них свобода не ограничена. Так вот, пускай, будем говорить, та свобода у них будет, но не на глазах наших детей и нашего общества, а там у себя дома, у себя в квартире. Делайте, что хотите.